Более 270 местных инициатив в этом году получат областную поддержку. Такие цифры озвучили накануне на заседании правительства региона. Всего на конкурс в рамках проекта по поддержке местных инициатив поступило 740 заявок. Большинство из них касались ремонта дорог и социальных объектов. 200 миллионов рублей из областного бюджета. Такая сумма уже в этом году поступит на софинансирование местных проектов. Для сотен населенных пунктов Кировской области это значительный вклад в решение социально важных проблем. Ведь каждая инициатива принимается на собрание местного населения. Такой самостоятельный выбор граждан – один из принципов проекта по поддержке местных инициатив. В городских округах в этом конкурсе на первом месте стоят объекты благоустройства территорий. На втором – это автодороги, сооружения к ним. Ну и также лидируют места масс в водах населения, объекты физкультуры и спорта. На заседании правительства области подвели итоги конкурсного отбора. Всего 271 заявка в этом году получит областные субсидии. Это проекты, которые наиболее соответствовали критериям конкурса. Общее количество заявок было значительно больше. Интерес к проекту есть во всех районах и городских округах. Муниципалитеты, которые получат поддержку, должны реализовать проекты уже в этом году. Другой вопрос – заседание правительства области коснулся также поддержки инициативных граждан, но уже в сельском хозяйстве. В этом году в регионе пройдут мероприятия в рамках Международного года семейных фермерских хозяйств. Сейчас в Кировской области их зарегистрировано более 400. На их развитие ежегодно предоставляется господдержка. Новым импульсом в развитии семейных фермерских хозяйств в Кировской области, как и в целом по России, послужила новая государственная поддержка таких хозяйств в виде грантов. За два последних года в регионе грантовую поддержку получили 13 начинающих фермеров и 9 крестьянских хозяйств по развитию семейных животноводческих ферм. Общая сумма составила 85 миллионов рублей. Такая практика дает свои результаты. Увеличиваются посевные площади, поголовье скота. Это значит, что в Кировской области поддержка фермеров будет продолжена. Если есть потребность, если есть желающие, которые хотят заняться фермерским хозяйством, мы все возможности для этого должны предоставить. Но при этом, что это желание должно быть осознанным и компетентным. Не просто, что это, насмотревшись видеороликов, прийти и сказать, что он хочет заниматься сельским хозяйством, ничего в этом не понимая. Еще одним вопросом заседания стало временное ограничение движения для тяжеловесного транспорта. В этом году в регионе оно объявлено с 15 апреля по 14 мая. Главная задача ограничений – сохранность дорог в весенний период, когда они наиболее подвержены разрушению. По становлениям правительства области утверждены размеры возмещения вреда при превышении предельно допустимых значений нагрузки. Все средства, полученные таким образом, будут зачисляться в областной бюджет. Андрей Дазурцев, Максим Козлов, Вести, Кировская область.